собственно говоря сегодня такая непосредственно игрушечка довольно таки легендарная все кто-то помнит называется the mountain blade 2 баннер лоб ну если честно я за так сказать за кадром тот поиграл немного по проходил кого-то и так себе на самом деле двояка чувства по одной просто причине что это очень напоминает первую часть но только с хорошей графикой в общем но опять же это первое первое впечатление о том что когда ты заходишь в игру вот что собственно говоря как она внутри и так сказать глубже при рассмотрении может быть она что-то и действительно очень много конечно измена техника введения боя стало сложнее я бы сказал потому что проще было в первой части сейчас искусственный интеллект противника довольно таки такой ну продвинутый и ну давайте немного взглянем на нее да и посмотрим что же все таки она себя представляет но как вы видите мы есть политическая битва мультиплеер настройки создатели и так далее а на русском языке по 1 процент кине официального нет русского языка только непосредственно такие найти некие так сознательные граждане вот перевели создали русский катар который вы можете на просторах интернет найти их причем несколько штук и есть которые но хорошие где-то похуже но в целом да в целом можно в общем то найти довольно таки неплохой хотя бы по не понимать да о чем идет разговор я о чем-то там найти ведется диалог в этой игре и так ну давайте поехали пера только начинается играм первую очередь выбираешь на некий народность да и за какую пусть так кто герой откуда собственно говоря родом на 10 в ландийце потом не потомки путешественников запада которые веками жили под гнётом перри ну и так далее здесь вы можете прочитать здесь на каждую в общем то есть описание кратенько но также каждый из этих народов дает некие бонусы так например ландийце на 20 процентов больше опыта для войск во время сражений то есть если мы опять же сражаемся войска быстрее прокачивается стурки наоборот на 20 минут на 20 меньше штраф скорости от снега но и так далее здесь отправиться городских зданий ремонта стены осадных машин усирая это скорее оси рай это непосредственно решитель пустыни создание караванов обходится на 30 процентов дешевле торговый штраф на меньше и так далее вот тут помещение по лесу батайцы я если честно начинал флайдийцы вот больше опыта для войск во время сражений но я думаю я возьму но я возьму батайцы поскольку скучают по лицам скучают до до сих пор они скучают по лесам который когда-то простирались по всей северной калии рай и и так далее по перемещению по лесу штраф скорости меньше на 10 процентов и возьму поскольку они стойки войны они все еще верны своим традициям ну и так далее да они разрушат себе лица и так далее давайте вот такой вот персонажик три голоса я бы не сказал что как-то было в первой части тоже непосредственно немного голосов я не все время одно и то же кричат и со временем в общем-то еще нахрен выключаешь я во всяком случае старался вообще в минимум вот эти вот звуки голоса потому что одно и то же каждый раз значит тут цвет кожи давайте на самом деле я немного быстренько да такое создам какого-то персонажа да и непосредственно пойдем дальше я зайти тут сижу надо занимаюсь да вот еще до сих пор занимаясь созданием персонажа но вообще достаточно прикольно знаете посидеть позаниматься вот таким вот созданием ну блин вообще очень но очень классно на самом деле вот в этом плане они сделали и я насколько помню ну вроде бы не было такого прям ну да такой доскональности прям вот мне было действительно я вот не помню во всяком случае в первой части ну опять же технологии до технологии наши идут вперед на вроде бы вроде какой-то такое вот делаю я все не знаю тут еще видите тут блин офигеть даже до зубов представляете разные можно пожар положение рта сколько здесь всего настроек можно прям я говорю если кто-то очень хорошо но скажем так свое лицо дам может отобразить то может сказать автопортрет можно создать небольшой своим да но я правда естественно не совсем на плане камеру в общем да я часы последний наверно еще сделаю и в общем то давай продолжим дальше и так переходим к семье значит что дает семья семья дает в общем мы здесь не совсем привычные как обычные такое знаете выделение силы да то есть мы какие-то там 5 10 такие что-то делаем все зависит от семьи телохранительными вождя до были то есть 10 очков навыка я дочка фокуса для навыков двуручный и лук и 1 очко для атрибута сила и как видите зависимости от того кем наши были родители нам прибавляется туда и но либо ловкость либо выносливость харизма там интеллект и так далее кузнецами знать вообще классные с одной стороны такой некая биография ваша да вы создаете свою биографию и в то же время от ваших родителей передается на генетическом уровне да какие-то положительные качества нам точно тоже довольно таким прикольно то есть эти барды например харизма кто в 3 он да и россии хитрость полу нас а плутовство но я на самом деле вы возьму телохранительные вождя поскольку здесь двухручная не лук мне нужен лук на самом деле я 1 на первой части когда играла я вас на блок ну по мне самое довольно таки неплохое хотя можно не приметательная нам жители племени до атлетико и метательная ну да лук мы во всяком случае потом может прокачать дальше детство наше детство что как мы провели его данных и лидерство силу если уж уж паны был лидер то это точно были вы все ваши товарищи бегали за вами только за вами то силу да вы большими другие дети все равно пытались сделать так чтобы вы были рядом с ними во время ссоры за сми из рукой его деревни ну и так далее то есть зависимости от того как у вас проводилась метода вы лето ну и лето в том числе до диабет обе это золотое детство лето тоже опять же поднимаем какую там характеристику давайте значит я так быстренько пробегусь поэтому я не буду особо здесь заставить читать если вы опять же вы хотите да вы можете на время на паузу ставить и прочитать значит и воздавая визда и издаточным до любовь кратко обвинение лидерство я вообще и еще и одноручная да наверное возьмем метательная да и одноручная скорее всего это будет у нас меч на одноручные либо силу двухручные метательная вообще не обмитательный бы а у нас двоечка да тогда будет да давайте вот это значит как отричество но и юношество на нашим метательный ответ по дворучным ковкам вот тут уже интересно ведь и помогали с рейсом на ковка инженерия собирать медицины разведка лук вот а лук я вообще лук дальше тренировать с лучниками я лук прокачивать буду очень но я на лук прям ну вот в первой части лука надеюсь далеко и ходи вы искать их на лошади всех были до из лука хера эти же но правда я естественно и двухручным и одноручным мячом то владел довольно таки неплохо дальше тактика лениса торговли ковка лук и арбалет но вот тут на самом деле выносливость доблестный и наверно плюс к известности на это вам кстати говоря пригодится скорее всего известность до обаяние умение заставить человека или полюбить вас и доверять вам вы хорошо предугадывайте и мотивы или действия отлично когда вот это оставляем дальше что у нас была предыстория как и многие другие в каладар ради война коснулась и вас ваш дом был опустошен армиями прошедшими одна за другой проходящими в конце концов вы продали все что у вас был и вместе с отцом матерью старшим и младшим братьями и младшей сестра отправились новый город который по слухам был обезопасен но все пошло не так во время путешествия на таверну где вы остановились напали над летчики ваши родители были убиты а младшая сестра и брат уведены в плен но вы с братом спаслись потому что то есть у нас мы с братом на начинаем лук и тактика а объединили объединили постояльцев таверны а то есть вы там типов они точнее всех скоординировали да и типа могли вырваться но давайте хитрости на самом деле хитрость нам где у нас хитрость опыт общения с темной стороной человеческой жизни вы можете понять когда охранник хочет получить взятку вы знаете как запугать кого-либо и хорошо понимаете что вы можете сделать а что не сойдет на сроком тактику ваша профессионал только поиска будет действовать в бою это позволит вам лучше сказать когда они стандартно тактика будет работа когда нет да слушайте наверно на это нам тоже подходит дальше но собственно говоря конечно вы как и понимаете уже догадались как меня зовут а кто не догадался смотрите название канала но я на самом деле естественно так чуть-чуть по другому я потом поймете почему я так сделал просто будет моя сран дальше у нас есть определение сложности игры значит урок по дружеским войскам уменьшена вот здесь эти коэффициент получаемого вашими войсками урона то есть мы если кого-то случайно ударим он очень легко я вообще поставлю реалистичность все вообще очень сложно это вот довольно таки ну блин я вот все на реалистично поставлю вообще будет прикольно выберите могут ли герой погибнуть на поле битвы да и автоматически я не хочу распределять между членами клана очки это но хотя можно посмотреть я не знаю вот на самом деле можно ли потом это отключить не пусть они наверно хотя давайте там слышу усложнять так усложнять так брат пошло прошло уже три дня как мы выслеживали этих выслеживаем этих ублюдку я думаю что мы близким нам нужно подумать о том что будет когда их со стене как мы собираемся и спасти фарак и айнкин мы готовы к бою вот ну и тебя перевод нам нужно подумать о том что будет когда мы их настигнем их ну то есть их не понятно ну во всяком случае более-менее чем можно так сказать перевод более чем хорош хороший понять можно это место выглядит как старые три в россии на лагере линия нервы можем потренироваться здесь не какое время и отточить свои навеки я не буду на самом деле оттачить потому что я уже немного тут потренировался уже походил вот мы успеем больше если поспешим пропустить обучение как ты думаешь мы скоро до конем эти правила псов к нам подготовиться бонда пропускаем значит ты уверен в этом этапа опция завершит обучение с элементами предыстории и запустить полную польскую компанию разумеется выбрать эту опцию только если вы уже однажды проходили обучение не давайте знаете что как нам подготовиться к бою ну если они все еще грабят они могли разделиться на более мелкие группы надеюсь нам ним не нужно будет отлавливать их всех сразу нам было бы полезно если бумаги мы могли нагнять и убедить никто их руки присоединиться к нам окей как ты думаешь как мы скоро вы достигнем ночь мы не тут да папа болтаю давайте здесь вот собственно говоря мы бегаем вот так вот это от третьего лица вот так вот мат первого лица довольно таки слушатель графика довольно таки неплохая так единственное что я немного калибровку сейчас блин вот единственное что мне здесь не очень понравилось в игре это то что да блин приходится в темноте не видно но в принципе в целом да неплохо да ну естественно я немного графику кстати говоря графику я немного падал до средненького стиле эти вот предполагаемых по исполнению карты умыть и текстуры немного по ней повысим детализация частиц попробуем во всяком случае нам может быть как все это понять так все мы прошли да я почти я готов пошли и так вот мы собственно говоря здесь находимся это мы на тренировочном лагере вот такая карта если вы помните в первую часть играли как вы видите здесь вообще жесть то есть много всяких времена и опять же нам нужно будет захватывать ее в общем-то завоевывать все-все-все-все вот это вот и фигню и дальше прежде чем мы сделаем что-нибудь еще у нас мало еды все раз сюда из деревни где мы можем купить провели найти как задолбала ты сапака так лучший способ за ничем пусть так давайте значит мы пойдем у нас есть некое обучение ну тут сейчас пока ворковаться некоторые будет это мы так будем передвигаться и собственно говоря не как и везде просто напротив и кстати мы находимся а у нас по моему где-то для здесь в общем да вот тренировочный лагерь просто кликаем мышкой да и поскакали анимация конечно стало поприкольнее ну по сравнению с первой частью так что это прям хорошо но я не скажу что прям знаете прогуляемся вокруг мы на месте думает и так нам нужно найти еду и после этого возможно кто люди согласятся пойти с нами местный староста может помочь нам давайте попробуем найти его ну и а нам вот собственно говоря мы а мы на лошади да я чуть-чуть другой страны лошадь слушайте вообще на самом деле немного не так она теперь останавливается не сразу то есть если мы разогнались останавливаемся и она становится единственно как как вы действительно лошадь да есть никак в копы на некоторых игр когда так дух и встал как в копами нет она естественно пока она там остановится потихонечку потихонечку это немного но непривычный но и тогда же ну да конечно тут вот этот аниматься но опять же да придет чем придираться у нас все-таки игры не настолько хотя он смотреть игре вода так мы можем опять же левый alt вот так вот нажать и на данном вот собственно говоря мы видим нашего а там но нам нужен старост вот он старостом там давайте про поскачем значит навстречу ему спросим у него вот так вот от первого это тоже самок а вот в первой части тоже можно было бы и от и от 1 и от 3 на галан староста до деревьев что вам сюда что у нас так сюда вас привело нам нужна помощь на величке налички взяли в плен наших брата сестру мы думаем на нем на пошли в этом направлении они его задели а жаль что это слышать эти ублюдки совершали грабежи убийстве здесь мы думаю что они ушли на север я считаю что здесь есть несколько человек которые присоединяются к вам и пойдут за ними если заплатить ими за снаряжение лошадкой ты чё тебе понравился что ли староста она тоже всем до типа общается как только мы закончили как вы закончите свое приготовление приходите поговорить со мной снова возможно у меня найдется для вас задание если вы собираетесь преследовать налетчиков да мы нажимаем таб и уйти вот здесь конечно загрузки перегрузки вот постоянные при приходится значит так нам опять же есть брат попросила станет ним не менее четырех человек давайте наймем всех абсолютно и поверьте мне я когда их четверых всего четыре взял ну блин их всех они все побили всех побили покупаем товар зерно и я правда как то можно жевать через шеф туда по моему да через шеф то оказывается можно все это купить сразу отлично зерно нам нужно опять же для лошадей вот там наша лошадка вот такой ты а викингом такой я пытался найти вот такого такого если бы я так хотел бы переродиться вот такого чего в другой жизнь надеюсь да так у нас есть все мы купили непосредственно мы закончили нашу предсказать давай снова поговорим со старостью но можно теперь вот от этого окошечка опять ждем загрузочку рад видеть что вы нашли то что вам нужно теперь о том что он на уране есть такой странствующий целитель который проходит сюда время трения его имя так ты вас лечит люди бесплатно мы его ценим но в последний раз мы видели его несколько дней назад у него был какой-то загадочный сундук он сказал что это какое-то создание не упоминай никаких подробностей нашел он отправился в путь всего на несколько часов до того что предыдущий налетчики но на самом деле не изгоручивать и попро не сговорчивый просто бедный парень который попал ловушку и позволил себя захватить мы беспокоимся за него если бы вы могли увидеться с ним этим так того сумма мы были бы очень благодарны возможно если он жив и здоров он расскажет нам немного больше о своей миссии хорошо староста я я понял тебя что ж давайте а давайте немного прогуляемся да вот так вот лошадка лопа прыгает вот так и добавлен к заводке прикольненько да если мы кстати говоря будем стоять на месте она вода но единственное вот почему поводья не держит странно да вот брат наш держит по воде а мы почему-то не держим на как-то за воздух знаете вот вроде как должен а вроде как до кого-то мы там избили нечаянно в целом смотрите да очень вдоль неплохо прорисовка типа мы гуляем по тавернам слезть и слушайте я пытался слезть с этой лошади я не знаю как слезть как вообще слезать слышь мальчуга на как слезть лошади не знаешь вот к сожалению я чё-то не нашел как можно слезть и лошади эти вот погулять хочется да можно shift при да ну ладно да есть вот такая вот у нас немножко кто чего маленько давайте уйдем я на самом деле хочу скаку нам поменять давайте купим товары вообще есть как ум и не 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 овца не надо блин отмена не хочет ладно так дальше у нас есть вот такие задания спастись найти спасибо путника но это я так понимаю но типа побочный каким дальше у нас есть персонаж который мы сейчас вот как раз покачаем во первых и в верховую езду прокачаем и прокачаем арбалет то я не особо как и лидер ли а у нас все до 5 очков но и замечательно уходим отсюда и что нам нужно нам нужно вот вот этих чудиков понять где но скорее всего вот этих нужно трех потому что на где ты вот в общем в этом из этих трех отрядов где-то наш заложник на по миссии давайте вот этих догоним да мы можем непосредственно в атаку да вот пойти уже либо уйти либо отправить видео но это пока обучение потом это достаю доступно будет что отправлять и ваших солдат они там стараются ну такая типа тег текстовый да помните еще тоже в первой части такая же была вещеца про текстом до вас там лучник погиб ваших погиб этот не побеги потом и так далее но мы сейчас с вами на самом деле боевочку так вот здесь вот опять же есть его подсказка на счет f мы нажимаем и можно вот например занять позицию следуйте за мной в атаку натиск до отступить и остановить но очень долго я на самом деле несколько для себя выбор оппозиции позиции точнее да это вот в атаку можно сразу я и в общем то мы идем попа так надо так она разворот вот но у меня есть вот такое метательные топорики они кстати классно но ведь ох как хорошо прям вошло прям очень хорошо вошло но мы можем опять же можем поранить своего да вы не забывайте об ах тыж собака убежал да ладно серьезно ах тыж падла да под люка номин метательные на самом деле оружие она потом у к нам возвращается я не знаю правда насколько быстро и как она быстро вот собственно наша статистика не один солдат из старости на налетчики ну и так далее вот я говорю я пока я многое что узнаю из первой части вот но что что-то может такой за этим и новенькая тоже довольно ну давайте вот этого грабителя наймем до плени и так сказать нашим дальше мы забираем всю добычу абсолютно всем дальше смотрим дешевые ну она на самом деле она дешевая да а у нас ведь и броня довольно таки неплохая броня 8 а у этого 8 они опять точнее вот но у нас булава есть и 1 одноручная а так скорость взмаха 82 а здесь скорость взмаха 92 сил удара 48 длина тушить и можно конечно вот так вот силы выпадать 34 колющий темп выпадать 85 силы 66 режущие блин вот тут конечно нужно будет немного посмотреть посравнивать на потому что но вот этот как раз наш такой же однотипный вот этот вот рейдер какой-то да слушать это наш вот топорик или топорик где-то 96 мах 62 режущих это глушающие на дать отца парик наверно возьмем с собой вот так да и у нас ведь еще есть оружие ближнего боя метательную то есть можем еще пометать но остальное мы на самом деле продадим но еще можно вот эти вот штучки одеть но опять же нам до пригодятся это типа раним на остальное остальное все продаем дальше у нас есть вот эти чудики на у нас ближайшие но он ближайший по моему если я не ошибаюсь хотя и на одинаковом расстоянии давайте вот этого можно два раза вот так вот кликнуть чтобы быстрее вот мы догнали их и давайте поехали сейчас мы да еще какую я нашел тему я еще нашел вот стоять стена щитов то есть нажимаем двоечку все и они вот здесь вот так он будет стоять стоять они будут просто пьян очень никуда не уйдут я на самом деле бы сделал не клин вот так вот давайте о вот давайте 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 так что у нас топорик есть давайте-ка ну-ка топориком нет никого майса получил одна навыка медицина ах ты ж козел какой ты чё моего моего лошадку были трогаешь а главное быстрее понимаете вот быстрее этого противника достать ах ты ж промахнулся о правда ли топор то честно торчит в спине а он все равно надо идти вот этот стоит да вот тот тот еще повоевал ну я говорю если стоять и на месте говорит что в стойте на месте они будут действительно стоять никуда не нужно во время боя естественно быстро-быстрее вот эту всю комбинацию проделать так мы забираем слушать его как я серьезно на донор знаете как как они называются то на нару чего на руки слушайте прикольно а настрой человек осталось серьезно да слушайте давайте наверное вернемся к таверну очень не в таверну а обратно значит опять нанимаем людей но мы это деньги я я знаю мы деньги тратим мы деньги тратим зерно 3 до давайте еще штучки 3 наверно купим зерна ну но нам лошадям же надо как-то кушать да да и побежали вот на этом визуально классный город стала конечно она стала лучше намного намного красивее да и в 3 какой я вызвал это вот можно вообще в атаку впустить давай и 3 свободный вот так я могу понятно то есть чем дольше мы держим тем сильнее получается удар по этим понятно да мы можем непосредственно немного все что ли серьезно мы так их до быстренько так разгромили до лошадь наша правда пострадать страдает лошадь надо нам на лошадь броню кстати говоря тоже забираем этого пленника все она по-моему а ну и это все мы тоже добычу все забираем ну блин какая-то у них а ну хотя разбойники чё с них взять там вообще вы спасаете нескольких пленников которых захватили налетчики они истощены и жалки жалки вы давите мне много холода и хлеба а через некоторое время один из них поднимается подходит к вам я не знаю кто вы но я вашим на вашем доллар да да но я вам должен типа а эти разбойники отправили бы нас на смерть так то а кто то такое вообще меня зовут так то с я лекарь по профессии я кое-что искал но теперь думаю что я на самом деле не созданы такого рода вещей я был с караванами они как раз вывели из-за кустов нас было мало и мы были окружены поэтому издались я решил что они оставят нас в живых хотя бы ради выкупа но потом они начали гнать нас на предельной скорости без всякой воды я уже был готов пасть замертво а чувство признаки теплового удара и сказал им об этом но они просто оттекли меня если бы ваш отряд не прошу но давите тут скорее всего нам признаки ну что его короче на грани смерти было может быть у него есть способ поблагодарить вас за лотом обрыв боюсь что я не видел никаких детей но после того как наш караван было таком главарь налетчиков тот кого они называют рада гостам взял и уехал с нашими наиболее темными вещами включая судок который был у меня на лично это будет сундук еще искать похоже они контролировал несколько шаек совершавших набеги в эту область если твои родственника попали в одной из них я думаю они знают об этом поскольку у меня нет ничего ценного чем я мог бы отблагодарить вас за помощью поделить с вами информацией если вы поймете победить этого грабители вы сможете вернуть мой сундук внутри лежит украшение которое как мне сказали нет большой ценности если знать если знать и его продать я пытался узнать об этом побольше но как я уже сказала вся моя тяга путешественного вылетелась из меня прямо сейчас я не думаю что рискнуть делать больше 20 шагов от колодца пока живой это не так много но я подозреваю что это отряд выдаст его за несколько монет я получил его от наемник который однажды лечил и он поклялся что это было связано с безумием на реце я не знаю что это значит исключение того что на реце и конечно был императором который погиб в бою несколько лет назад может быть вы можете узнать истинной стоимость этой брикушки и снова огромное спасибо за твое спасение надеюсь что наши путь пересекутся так то есть нам где-то вот сюда нам нужно в общем туда будет скакать 9 человек я думаю что в принципе тебя освободен так что нам нужно найти вот ну как собственно говоря нас сейчас пока ведет эта игра на а вот она блин не туда поскакал ну давай быстрее но это просто я два раза щелкаю до убыстряем время ну так я на самом деле вот что здесь есть другая тактика не за мной не так сейчас подождите нет свободные так позицию вот на давайте вернуться к позицию да по-моему а повернуться на позиции чтобы они видели это все и здесь есть следующее за мной вот чтобы они не разобретались то есть что куда вы будете бежать туда не бегут потому что они начинают бегать как сайгэки блин по в разные стороны и бывает так что если нападает например несколько врагов они тупо убегают в сторону и вы там с двумя стремя блин бьетесь они в это время там с задним гоняют найти как-то не очень хорошо получается так и давайте я сейчас сразу же метательный возьму потому что мне надо люблю я знаете ли пометать издалека крест папа папа а то и все а мы можем как-то блин быстрее не можем на а вот так вот ах ты ж серьезно я промахался два раза какие вот видите они сразу же стал так раз окружает и все и никто уже не пройдет давайте-ка топорик значит здесь смотрите его стрелочки это с какой стороны его будешь браину ударишь если справа это справа налево если с этой стороны то слева направо то есть такая новости механика интересным так где же я же где-то видел тебя подлеца блин где-то нет вот только лишь ходил этот куда-то а куда ты делся вот скажи мне а вот забиваем ребята такая толпа на одного человека но это пока что да но они же наш не ждут а мы их так сказать застали врасплох понимаете правда взять здесь ничего найдет подойти что-то обшарить там да вот нет такого просто ходишь и ходишь ах ты ж ой я случайно помню по своему до долбанул там слегка но с другой стороны я то поставила реалистично да то есть мы можем ох ох да ох как меня слушайте так ну что вот мы встретились с этим главарем непосредственно нам и так кто это входит в мой дом убивает моих людей мы слышали что забрали нашего брата сицу где они боже право мне нужно более точное описание мои люди собрали в этих краях десятки ли маленьких сорванцов неплохие уходящие охотничьи угодья но большинство из них уже отправили на юг здесь мне него невольный невольнический рынок поскольку ваша охота за родственники не принесла успех насчет того чтобы уйти и спасти свою жизнь либо это либо я заставлю тебе в лес всю кровь который ты здесь полил или ты или могли бы решить на любители парни навались ну потому что сражаться если честно сейчас вот прям сами понимаете с моей вот как видите да чуть-чуть жизнью не 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 так отлично мы все вы получили два я не знаю что там 20 к известности что же я узнаю пара я она признаю поражение когда увижу там если я буду вашим пленником позвольте мне признаться представиться я рада гос а я узнаю поражение когда увижу странный такой немного период ты еще не перерезал мне горло что будет мудрым шагом я уверен что могу найти способы для тебя дороже живым чем мертвым тебе лучше помочь нам вернуть нашего брата сестру иначе ты будешь висеть на дереве о тебе понадобится моя помощь или хочешь вернуть их живыми ведь и у моих ребят есть довольно скорее конкретно инструкция о том что делать если предпринимается попытка спасения может быть мы отправимся в путь запомните если я упаду замертво от усталости или утону в какой-нибудь реке то это все для ваш маленький деток я не жду сейчас уютного пола баланкина но тебе лучше не делать это слишком трудно пришли для меня нотки так забираем нас от всех пленников дальше все что ли блин вы стал так вы стал сталкиваетесь с сундуком со старым куском бронзы он так потрескан то прижим что это могло быть что угодно от чашки до короны это должно быть упомянутый так теос сундук связаны с безуми нерциуса и я надеялся найти здесь больше трофеев но видать дела у рогаса его банды шли не шибко хорошо мне азен кстати брат помнешь я нашел странный металлический предмет вряд ли он очень ценный хотя выглядит как артефакт так то вас рассказал за рассказывал о нем может мы сможем продать это одному из кланов за достойную плату так все в порядке давай отправляться в путь мне есть идея получше шансы на успех возрастут если мы разделимся я возьму рода гос и отправлюсь искать невольничий рынок чтобы узнать как мы сможем освободить детей но мы должны быть осторожны чтобы не подтвердили не поварить не повергнуть их жизни опасности возможно будет лучше если мы просто выкупим и хотя для этого нам нужны нам нужно приличная сумма мне нужно взять этих людей с собой рода гос и всякий скользкий тип я не хочу чтобы он ушел и так вы хотите чтобы собрал деньги для выкупа малышей действительно нам придется найти способ сделать это может быть это бронзовая штука может помочь так то сказал что это могло стоить целое состояние правильному человеку если вам удастся не быть убитым если он говорит правду вы должны быть осторожны никогда не показывайте что он у вас есть но постарайтесь понять его целость это что можно продать еще кое что когда вы говорите за знать и другими важными людьми есть представьтесь членом не здешние но видны семьи ну и вот почему я не назвался как бы сюда полностью мир а здесь будет название моего клана на вот а теперь это уже к мая квартира один это уже так сказать вот мой клан еще со времен контраст лайком но я правда в этом клане был один единственный и нас и выбор да довольно таки богатый такой тут выбор какой мы хотим значок и я если честно даже спок такой похож на либо балалайку но думаю знаете вот нету конечно что-то своего нам какого-то может быть со временем можно будет как-то загрузить какую-то картинку на или добавить что-то свое ну давайте давайте возьмем в чем вот размер чего не изменяется а меняется во всю эту давайте такой вот красный совет республик ей но это по-моему и что-то такое зрение египта по-моему кита всякие символы блин а я вот даже не знаю слушать но давайте какой-нибудь вот сейчас ушел а кстати можно взять мы типа какой-нибудь знатные а вот я ключики выбрал все будем ключи от города я отправляюсь как только я найду детей я разыщу тебя обучение завершено теперь вы можете свободно исследовать радио но тут видите как же нам выполнить задание его найти укрытие ну как вы поняли уже что мы собственно говоря сейчас одним нам ну серьезно атака не я что-то как-то не особо один хочу давайте вернемся но что у нас есть во первых исследуйте безумие нереться исследуйте радио вы можете узнать больше о своем артефакте его возможности спросив любого лорда или леди они до не истории империи хорошо восстановите свой клан радио это земля полной опасности но вместе с тем и возможности чтобы справиться с трудностями поджидающий вас вы должны создать свой клан ваш брат рассказал вам что есть много способов заработать пару лишних монет торговля один способов но есть еще продажа захваченных бандитов в городах какой бы путь в него не выбрали путешествия путешествие вы ставите любую легкой добычи каждого встречного знаете что можете нанять людей у старых деревень и городов которые будут следовать за вами хотя не будут просить вать а парочку услуг прежде чем позволяет вам нанимать более ценных бога бойцов конечно вы можете найти уникальных личных стих тавернах когда ради однако и их интересует более устоявшийся клан то есть нам надо увеличить доноры размер отряда и клан непосредственно 50 и нанять одного спутника но спутника я еще правда не нанимал и где он нанимается непонятно а ее стоять это ограблению бейся со мной если смелости хватит а давайте вот так и так тогда я сделала из тебя чуть-чуть и не мали обращение ну давайте попробуем но я не думаю что мы сейчас справимся и можем как-то уйти отступ блин жалко мы не можем отступить а ой блин куда ж ты кидаешь ёп по твою идти а да чтоб тебя ты так всех вот и тут собственно говоря сама-то фишка в чем игры да давай 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 вот так вот собственно говоря я и играл в первую игру опа вот так вот и сказка скакал туда-сюда туда-сюда вот пока не забегут все таки мы вот нанесено урона молодцы так теперь переключаемся на где-то а где наш топор и вы чуть серьезно вы топор у меня забрали вот это блин а не попал окей так хорошо но на самом деле битва будет долгая так что давайте немного пропущу это а а а а ну вот и все побегов вокруг тут пару минуточек я выиграл бой да вот такой а вот крутой вот такой вот я крутой вот так что вот такая вот игрушка но собственно говоря оставляйте ваши комменты что как чего на и непосредственно допишите стоит ли ее непосредственно проходите может быть на стриме даже вывести за поиграть вот вот все пока пока увидимся с вами ну а напоследок как всегда играйте только в хорошие игры до встречи